Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом сообщает. По состоянию на 15 июня в России выявлено 537 210 случаев COVID-19. За последние сутки подтверждено 8 246 новых случаев в 83 регионах страны. 34,3% из них протекает без клинических проявлений. В Дальневосточном федеральном округе за весь период выявлено 17 420 случаев COVID-19, что составляет 3% от общего числа по России. Наибольший процент выявленных случаев за весь период приходится на следующие регионы. Хабаровский край, Республика Саха, Якутия по 18%, Приморский край 17%, Республика Бурятия 13%, Забайкальский край 12%, остальные регионы 22% в совокупности. В Дальневосточном федеральном округе за прошедшую неделю самый значительный прирост показала Сахалинская область. Там подтвержденных случаев заболевания стало на 68% больше. Всего число инфицированных COVID-19 в округе увеличилось в 1,2 раза на 3475 человек. Самый низкий прирост заболеваемости в Еврейской автономной области. Здесь количество инфицированных за неделю увеличилось на 8%. Полностью выздоровели и выписаны из больниц округа за период с 9 по 15 июня 1861 человек. Республика Саха, Якутия находится в лидерах по числу выздоровевших 556 человек за неделю. Показатель летальности от COVID-19 по России составляет 1,32%. В Забайкальском крае этот показатель выше 1,92%. На втором месте по Дальневосточному федеральному округу находится Еврейская автономная область. Ее показатель составляет 1,07%. Всего за неделю в округе умерли 26 человек. Из них наибольшее количество в Забайкальском крае – 11 человек. В ряде регионов Дальневосточного федерального округа продолжается постепенное ослабление ограничений. В Хабаровском крае с 11 июня снят режим самоизоляции для всех жителей, за исключением граждан старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями. Кроме того, с 11 июня возобновилась работа дошкольных образовательных учреждений. С 18 июня в регионе начнут работать уличные веранды кафе и ресторанов. На Чукотке с 12 июня разрешена работа предприятий общественного питания в режиме обслуживания вне помещения. Кроме того, возобновилась работа фитнес-центров и тренажерных залов, стоматологических кабинетов, отелей и гостиниц. При этом режим самоизоляции в округе продлевается до 22 июня. В Еврейской автономной области с 15 июня приступят к первому этапу снятия ограничений. Откроются малые непродовольственные магазины и организации сферы услуг. Кроме того, разрешат прогулки вдали от места большого скопления людей и занятия спортом на улице. Режим самоизоляции сохранится для людей из группы риска. В Якутии также с 15 июня приступают к первому этапу снятия ограничений. Следующий этап в случае положительной тенденции по снижению заболеваемости может быть введен с 22 июня. В Бурятии отменили обязательную самоизоляцию на 14 дней для прибывающих на территории республики. Для приезжих будет производиться бесплатное лабораторное обследование на COVID-19. Тем не менее, в некоторых регионах округа ограничения сохраняются. В Забайкальском крае с 13 июня на территории Читы введены новые ограничительные мероприятия в сфере торговли продовольственными и непродовольственными товарами. В торговых центрах и магазинах вводится лимит на число посетителей. Один человек на 4 квадратных метр площади торгового зала. При этом между людьми сохраняется социальная дистанция в полтора метра. В Магаданской области режим самоизоляции для жителей из группы повышенного риска продлен до 22 июня. На Камчатке принято решение о продлении режима ограничений и режима повышенной готовности до 30 июня. В регион прибыл спецборд из группы высококлассных медицинских специалистов для помощи Камчатскому краю в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. В Приморском крае режим повышенной готовности также продлен до 30 июня. В Амурской области сохраняется режим самоизоляции для граждан из группы риска и вахтовиков, а также режим ограничения на выезд и въезд в город свободный. На Сахалине откроют дополнительную лабораторию для исследования на коронавирус. В полноценном режиме она начнет работать с 3 июля. Это позволит вдвое увеличить количество исследований. В настоящее время Сахалинская область занимает второе место в России по количеству проведенных исследований на новую коронавирусную инфекцию на 100 тысяч населения. Опасность распространения новой коронавирусной инфекции сохраняется. Возвращение к нормальной жизни напрямую зависит от сознательности жителей округа, соблюдениями ими санитарно-эпидемических требований и масочного режима. Отнеситесь к принимаемым мерам безопасности с пониманием. Берегите себя и своих близких.